Всем привет, с вами Максон и это девятый матч нашего турнира по WWE 2K16. На очереди Мачилова Ортона Эджа, как я и обещал в конце прошлого видоса. И собственно пути, которые прошли эти рестлеры в первом туре. Эдж у нас выиграл у Рока, то есть Егор Шишков победил Евгения Семенова и Рэнди Ортон, который одолел Сезару. За Сезару играл Руслан Копыляни, за Ортона Александр Войнов. В прошлом видосе я, по-моему, не договорил, хотел вот как раз сказать о том, что Рэнди Ортон у нас участвует в каждом матче. И жалуются уже немножечко люди, ну так, может быть, в кавычках жалуются, но Ортон просто на каждом, по-моему, у нас турнире был. Ну вот на первом не помню, но в последних как минимум точно. И часто этот Ортон доходил как минимум, ну, как минимум первый бой он своего вроде выигрывал всегда. Вот. Нынче на нем играет Александр Войнов, по-моему, этот Александр немножечко не Александр, он Милорад. Ну, такое вот, у него имя ВК, но сам он Милорад, короче. Такие вот дела. Посмотрим, кто кого. Как обычно я говорю эту фразочку, но на самом деле, а что еще сказать, если действительно мы пришли сюда за тем, чтобы посмотреть, кто кого одолеет. Я на самом деле, опять же, не смотрю себе, не сполерю, кто кого выигрывает. Заранее не знаю победителей и делаю это для того, чтобы было интересно самому смотреть и комментировать. Чтобы там, типа, вау, если что-то будет, я держал интригу сам для себя и восхищался или, наоборот, разочаровывался в матче. Все, я сказал, кто за кого играет, могу еще раз повторить, но не стану, в конце еще скажу, повторю. Лично я не помню, как там было с Сезаро, но, по-моему, с Сезаро был норм. Но Ортон был все равно сильнее, точно так же, как и в матче Эджи и Рока. Вот, поэтому далее проходит сильнейший. Посмотрим, кто победит и выйдет в третий тур. Кстати, если в прошлом матче еще у нас был уже известен в третьем туре соперник, то есть Фин Балар, для Света Роллинса, то здесь еще неизвестно, потому что у нас в следующем будет бой Стардаста и Энзо Аморы, и победитель того матча, который будет, столкнется с победителем матча, который сейчас вот вы видите на своих экранах. То есть, выиграв, кто-то здесь будет ждать своего соперника в следующем матче. Вот, ну, просто пройдет в третий тур. Напомню, что это второй тур, сейчас его наблюдаете, и девятый бой вообще в турнире. Все, переключаемся конкретно уже в бой, и смотрите, реверсов ни у кого практически не осталось, и процентов одинаково. Ну вот, тут Ортон что-то мутит свое интересное, по-моему, он это когда-то делал как сигнатуру свою, но если я не ошибаюсь, только что прием который был, ну, может быть, я и ошибаюсь. Может быть, не он, а кто-то другой, клоузлайн мог сделаться, совершиться, но все-таки флэпджек посильнее, видимо, как прием со стороны Эджа, нежели клоузлайн со стороны Рэнди Ортона. Так, вот эти сабмишины, они меня уже бесят. Вот я вам говорил про ачивку, которую пытался себе выполнить на сложности изи, я бедного Сантино Морелло так изморежил, что, мне кажется, он уже вставать не хотел, но сабмишин удачный я ему провести все никак не мог. Возможно, для этого нужен рестлер норм, но хер знает, не мог я выполнить, короче, ачивку, ну и забил на нее. Так, что у нас тут? Почти вылетел за пределы ринга Ортон, но устоял и вылетел Эдж все-таки. И победитель Ролл Рамбла у нас становится Рэнди Ортон. Ладно, 95% у него, ему, собственно, провести немножечко прием. Вот постоянно, когда начинаю комментировать, только примерно угомонюсь, закончу, смотрю, ну, то есть начальную информацию какую-то, да, смотрю на время и уже там 10-11 минут. То есть вообще время быстро летит, на самом деле, эти 15-минутные матчи очень шустро пролетают, и вот хочется еще и еще, но... Пусть украшением будет 300 диады, украшением этого турнира, надеюсь, вам понравится, я просто не знаю еще, как вы там все это дело оценили, еще не дошло до этого, еще не заливал. Так, реверсирует какой-то прием от Эджа Рэнди Ортон, сейчас им бы нужно залезать на ринг, потому что рефери уже досчитал до 7, там, по-моему, только что было 8, и Аркио! Сигнатура была вроде бы в распоряжении Рэнди Ортона, но сразу же перевоплотилось это финишер, и вот тут уже 9 и 10, 1-0 становится, счет в пользу Рэнди Ортона. И сразу задвигался Эдж, как я и говорил в прошлом матче, когда делается удачный пин, потом вроде бы Райслер разживает, это хорошо сделали разрабы, может быть, так и раньше было, но не обращал на это внимания, как минимум. Камбэк появился у Эджа, и сразу он стал сигнатурой, нормально вроде. Надо проводить, чтобы было все хорошо, но у Рэнди Ортона на этот счет свои взгляды, и он забирает сигнатуру Эджа, вот только что опять был камбэк, не успел его сделать Рэдди Дарв Суперстар, видимо, но Уортон, забрав сигну, себе ее не получил, потому что маловато процентов у него, они только поднакопились, снова был камбэк у Эджа, но он им не воспользовался, не возбудил в себе, скажем так, да, то есть когда они встают так резко, ой-ой-ой, как давно я не видел этого приема. Бэк, бэк, что-то там, бэкстабер, что ли он назывался, или вроде того. Так, это стомп у нас, пошли, это сигнатура Рэнди Ортона, это означает, что у него появляется финишер, хотел сказать, появляется пандкик, и Рэнди Ортон движется к углу и действительно пытается провести пандкик Эджу прямо в шею. Будет ли удачный пин, снова с камбэком валяется Эдж, но не знаю, то ли он не видит, что он у него есть, то ли у него даже не вылезает возможности, им воспользуется раз-два, вырывается, скидывает с себя тушку в виде Рэнди Ортона, Эджик, и сидит кумекает сам с собой, как будто, знаете, ну, я всегда сравнил вот так сидящих рестлеров, как котов, которые себе что-то там начищают. Ну вот смотрите, и снова есть камбэк, ну, Сивит не просто так горит, но не делает этого Эдж, вот, воспользовался, судя по всему, хотя непонятно как-то. Ну вот, реверс от Рэнди Ортона, Ортон у нас, видимо, умеет реверсировать, снова камбэчина от Эджика есть, но как вот вообще непонятно дотягивается, словно летучий голландец долетает на своем корабле Рэнди Ортон до Эджа, стоял далеко вроде бы, но умудряется как-то провести клоузлайн, непонятно, как это вообще происходит. Ох, сейчас бы Эджу Спир, и прыгающий на него Рэнди Ортон на Спир был бы вообще просто идеально. Ну он просто летит как, я не знаю, самолетик какой-то воздушный, воздушный змей, воздушная гадюка, раз, два. Серьезно, после обычного прыжка, даже без сигнатуры финишера, ну что-то как-то Эдж поплыл, 2-0, возможно, это, не знаю, этот камбэк его бесит или что, почему он им не пользуется, я не понимаю, может быть это баг какой-то для нас, то есть мы походу видим, как записывал Милорад, как записывал Рэнди Ортон на свой экран, потому что когда делается пианаджу, мы ничего не видим. Вообще мне изначально люди писали, что мне сначала Эдж должен был скинуть видос, что потом Рэнди Ортон, и в итоге что-то было непонятно-непонятно, и было уже близко к тому, что они будут переигрывать свой бой, но в итоге все-таки мне скинули то, что они наиграли, есть сигнатура у Эджа, надо пользоваться, нужно проводить Эджикьюшн, делай, правда у Ортона есть возможность реверса, и вот она походу сработала, да. Снова украл Ортон у Эджа сигнатуру, и не может никак воспользоваться своим преимуществом Рэнди Ортон, ой, Эдж, зато Ортон может, и у нас DDT со второго каната. Бум, хорошо, но для Ортона хорошо, плохо для Эджа. Эдж у меня любимый рестлер, как бы, поэтому я за него, может быть, и переживаю, но и Егору Шишкову как-то не везет все, хотя вот во второй тур прошел, в отличие от меня, хотя я бы сразу прошел в третий, скажем так, я на второй стадии завис, пусть будет так, Аркио, и пин, раз, два, ты, вырывается, может еще, то, что у нас было с Х1-9 на часах, но Ray Mysterio мы не увидим, кстати, да, мне писали, можешь ли ты сыграть за Ray Mysterio, там, то ли на турнире, то ли просто, но на турнире мы уже не увидим. Все рестлеры, которые вы видели до седьмого боя, всех тех вы и увидите, ну, естественно, кто прошел дальше, больше новых не будет, уж кого взяли, люди того и взяли. Все очень плохо опять у Эджа, этот камбэк, я вот не понимаю, это баг, походу, какой-то, потому что я уже не в первом бою замечаю у людей эти камбэки, но они им не пользуются, они то появляются, то пропадают, херня какая-то, короче. Не может же весь матч висеть камбэк у человека, очень устали люди у нас, Рэнди Уортон еле-еле запихивает наверх. Эджа, Эдж, уворачивается, можно прыгать на Уортона, а нет, хотя у него есть реверс, и он им пользуется, ну да. Я сказал, можно прыгать, потому что у него не было финишера, и на Аркема бы он не поймал, хотя для турнира это было бы эпично, это было бы зрелищно и было бы классно, но таких у нас приемов вообще мало. На самом деле, я начал замечать, может быть, самому приелось это все, но не хватает интриги немножко в матчах. Вот вроде бы второй тур, а чисто доминация со стороны Уортона, он все реверсирует, все делает как надо. Вот еще раз и вернемся, да, Уортон дрался с Сезару, в принципе, неплохой соперник. Да и Рок против Эджа тоже нормально. А Эджикиушен, да ладно? Удачный Эджикиушен, а будет ли Спир? Нету сил у Эджа. У Эджа тупо нету сил. Это меня всегда и бесило, и нарывается он на DDT от Рэнди Уортона, и камбэк у Уортона вот нормально, просто он и воспользовался, и он у него дринькает, хотя мог только что провести. Скандирует Рэнди Рэнди, Спир! Бф! Это так тупо сейчас было. Ай, господи. Так, хорошо. Нужно отходить в угол и проводить Ортону Спир. Ну почему же так? Почему после какого-то обычного приема делать удержание? Это бесполезно. Посмотрите, какая полосочка большая. Нужно после финишера. Иногда после сигнатуры, но после финишера прям вообще лучше. По-моему, да, я же хотел сделать Спир, но снова реверс Ортона. Просто грамотнее играет у нас Рэнди. Видимо, сам хорошо играет. Милорат, да? И при этом рестлер хороший. Вот это всегда прям фартово. Но бывали люди у нас такие, которым доставались вообще пофигу, какие рестлеры, они им показывали лютые бои. Спир от Рэнди Ортона, господи. Он проводит приемы Эджа. Раз, два, три, ноль. Ну, это просто разнос. Я как бы в предыдущих матчах говорил, что я хотел бы чего-то такого типа интригующего, да, типа 3-2 там и такое. Ой, и все такое. Но хотелось бы со стороны Эджа что-нибудь увидеть. Ну, смотрите, какие тут полоски. Тут бессмысленно вообще. Делать пины. Это только мне можно с такими. Я могу в такие не попадать, да еще и побольше могу не попасть. Но я уже вылетел. Все уже посерьезнее. Чувствую Ортон очень сильный. И реально, вот то, что я наблюдаю. Вроде бы он ничем не спамит. Вроде бы и дерется нормально. И как бы ничего плохого не делает. То есть и сам Норум, и еще и Рессер хороший. Эдж как бы тоже нормальный Рессер, но тут возможно уже в участнике дело. Ничего не намекаю. Просто как бы то, что на деле вижу. Может быть, конечно, какие-то проблемы, там, джойстик, что-нибудь тупит или еще что-то. Это можно, конечно, поотмазываться. Я вот люблю что-нибудь поговорить, когда проиграю. По-любому в матче с Финном Баларом что-нибудь в конце сказал и обиженно ушел. Ну, это же я. Ну, блин, вы понимаете, когда играете сами, эмоции немножечко другие, чем когда вы смотрите матч. Когда вы смотрите, это все немножко не так. Понятное дело, когда вы играете, у вас другие ощущения. Что-то я уезжал, наверное, сейчас, да, немножко. Вот. Сигнатура была только что от Ортона. Сколько у нас будет итоговый счет? Делаем ставки. Три, четыре, пять. Вышел Ортон. Поохотится опять. Ты что, в натуре? Нагнулся такой, короче, ударить хотел. Не получилось. Меня напрягает этот мигающий камбэк у Эджа. Это просто лажа какая-то. Он так перевернулся сейчас, как будто ему через задницу пронзили, короче, штырем, как свинку и на костре жарили. Он так реально крутился, как в гриле. Это было забавно. Ну, видите, я уже начинаю цепляться ко всякой фигне, потому что, ну, бой в одну калитку. Вот, честно, Ортон доминирует, Ортон властвует и унижает Эджа. Я не знаю, в чем дело, что с Егором не так. Может быть, Сезару повезло. Не знаю. Может, не повезло, но в любом случае, Ортон сильнее на голову. По крайней мере, это то, что я вижу. Может быть, на деле это не так. Может, какие-то факторы сказываются. Может быть, вокруг Егора сейчас бегает куча детей, каких-нибудь братьев, сестер, и мешают им играть. Не знаю. Не могу ничего сказать, но в любом случае мы видим доминацию Ортона. Да еще сейчас, походу, будет ОМГ-момент. Это будет RKO! Right in the announce table. Прямо туда. Хотя бы, чуваки, остались сидеть на своем месте. 4-0 за минуту до окончания. Я думаю, это все. Я могу с уверенностью вписывать в третий тур Рэнди Ортона. Слушайте, прям вот интересно. Кто же еще выиграет в матче Старда Сензо Амора? Фэспресс от Ортона. Он еще хочет наклепать Эджу. Вот жаль, что крови нету в онлайне. Ее хоть включай, хоть не включай, ее здесь не будет. Ну что, пин что-либо делать? Да смысл делать пин? Посмотрите сейчас какая полоска. Я не знаю, просто туда и мой любой палец влезет. Бесполезно делать удержание после ничего. Ну, раньше, может быть, и в старых частях это канала. Ууу, Клоузлайн вылетает у нас Эдж до предела ринга. Жаль, что Ортон не хайфлайер. Иначе бы он приземлился. Он немножко вот бешеный вот так вот его колбасит. Может быть, проверить его на мельдоне и там, я не знаю. Все. Закончился бой. То есть, это не я выключил, это все. Видос кончился с того, что мне скинули. Поздравляем Рэнди Ортона, но сначала, как обычно, мы прощаемся с тем, кто проиграл. Спасибо за участие в турнире Егору Шишкову. Жаль, что Эджу мне удалось пройти дальше. Эджу я всегда рад видеть, но, увы, Рэнди Ортон явно был посильнее. Ну, может быть, не знаю. На деле это так. Вот. Ортон проходит в третий тур и ожидает своего соперника, который будет известен у нас в следующем матче, в матче Энзо Амора и Стародеста. Посмотрим, кто из них победит. А так у нас намечается очень такой лютый, лютый, как минимум, финал. Да и полуфиналу тоже. Сет Роллинс и Финбалор они жесткие. Ортон пока мы тоже видим жесткий. Как же там Стародеста Энзо Амора мы с вами увидим. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем матче. Всем пока.